И от гнева его они придут к нему И от дыхания его они погибнут Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова я Камелод Джи В сегодняшнем обзоре я хотел бы поговорить о турбосливах вод Идею сделать такой обзор мне подсказал анализ ситуации Я склонен к анализу, так уж я устроен Смотрите, вот танк ВК-3001АЙЧ Это у нас североамериканский сервер Здесь мы играем под ником RussianSoul Что мы видим здесь? 86 рейтинг эффективности, двузначный 951 средний дамаг И всего-навсего 57% побед Теперь, такой же танк у меня есть на ру-кластере Вот здесь я играю под ником Стиратель4тройки Один из моих аккаунтов на ру-кластере Здесь что мы видим? Дамаг, давайте сейчас посмотрим Здесь 951 Здесь на ру-кластере у нас дамаг 887 Существенно ниже Рейтинг эффективности 81 Тоже существенно я бы сказал ниже Но Процент побед Аж 63 Вот я задумался в чем причина А причина как раз кроется именно в турбосливах Вот Даже Джо выпустил какой-то обзор Ахинею какую-то там Типа бороться с турбосливами Потому что Скилованные игроки Просто не успевают дамаг набивать Пока команда Сливается Ну в общем какая-то Чушь и ахинея Но как бы там ни было Причина Такое явление существует И если на ру-кластере Нашим игрокам она известна И даже возмущаются Ну как бы раздражаются По этому поводу То Турбосливы на ру-кластере Это просто детские утренники Друзья По сравнению с турбосливами в Америке Вот И как раз вот у меня выбрал Выдался бой На североамериканском сервере Очень показательный в этом плане Вот сейчас давайте смотреть Видео этого боя И я вам расскажу Как что происходит И почему И как к этому нужно относиться В этом обзоре Дорогие друзья Попытаемся решить Как минимум Три вопроса Во-первых В чем состоят причины Турбосливов Во-вторых Как к этому относиться И что делать В такой ситуации Смотрите Ну очевидно Что причина турбосливов Именно в неопытности Игроков Вспомните себя Как мы начинали играть Вот я например Когда начал играть Выезжаешь на карту И не имеешь Ни малейшего Тактического представления На бой То есть Кто из нас Не поступал Таким образом Поедут туда Куда едут все Ну это называется Положиться на Коллективный разум А сами понимаете Что если Команда заполнена Игроками Один-два тысячи Боем То коллективный разум Такой команды Не больше Чем у трехлетнего Ребенка С погремушкой Вот Так в общем-то И получается Так в общем-то И получается Что глядя Друг на друга Не имея опыта Не зная карта Игроки едут Подставляются Упарываются Вот она Причина Турбосливов Теперь смотрите В чем причина Почему я на Ру-кластере Имею гораздо Меньший средний Домаг Меньший рейтинг Эффективности Но Гораздо Высокий процент Побед Вот именно в том Что на Ру-кластере Опытные игроки И если ты Начинаешь Помогать команде Действовать Там эффективно Подсвечивать То это команде Идет на пользу Вот Например На То есть Союзники Понимают С полуслова Твой тактический Замысл Силоспособный Действовать Соответствующим Борисом В Америке Такого В общем-то Нету Смотрите Вот у нас Уже 0.3 И В общем-то По хп Несем со страшной силой Дальше Смотрим Как к этому Относиться А относиться К этому Надо очень-очень Спокойно Примерно так Как нужно Относиться К дождю К стихии Там понимаете К ветру То есть Пытаться с этим Бороться Или как-то Реагировать эмоционально Это все равно Что там Негодовать на ветер Там зной Или еще что-нибудь Вот Например По моему наблюдению Все люди Не любят Зимы И цыган Но ни то Ни другое Как известно Не было Устранено И не может Быть устранено Это вещи Объективно Обусловленные И мы Абсолютно Над этим Не властны Что Нужно И можно Делать В этой ситуации То есть Если вы видите Как здесь Смотрите 3.10 Уже тут По всем фронтам Если вы видите Что пошел Турбослип Относитесь К этому Спокойно И даже С улыбкой Со смехом Ну что тут Уже поделаешь Ваша задача Забиться В какой-то угол И использовать Себе на благо Поскольку Если команда Играет хорошо Так или иначе Она забирает У вас домашку Она забирает У вас рейтинг Эффективности И проявить Себе в должной мере Вы не сумеете Именно поэтому На североамериканском Кластере Несмотря на то Что у меня Гораздо Меньший процент Побед Средний дамаг И рейтинг Эффективности Как вы видели В первой части Нашего обзора Существенно Существенно Выше Тут у нас Главные опасности Представляют Три оставшихся Игрока Пятого уровня ПЗ ПТ Немецкая КВ-1 Самый опасный Был Черный Но он решил Поиграть Мускулами То есть Додавить Меня Додушить Оно любопытно Было у него ХВМ Или нет КВ-1 Сейчас 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 Где он У нас С четырьмя фрагами КВ-1 А ХВМ У него не стоял Он Не понимал Что я опытный игрок Знаете Как часто бывает Самое главное Убить опытного игрока Тогда победа Вот сейчас У нас Представляет Опасность Т-14 И ПЗ ПЗ-СВ Ну в общем Не то что запомнить Выговорить Это название Сложно На Ру-Кластере Насколько Неизвестно Он называется Холодильником Там есть еще Арта Какая-то Холодильник Но и Этот Это ПТ Тоже таким образом Называют По причине Визуальной Схожести Вот видите Что делать В этой ситуации Просто Наслаждайтесь Игрой Проявляйте Себя Вот таким Каким-то Образом Сражайтесь До последнего Вот А негодовать Как Джофф Кричать Там Топать Ногами Там Ракетом Это Бессмысленно Поскольку Я вам И объяснил Ну что Можно взять С игрока Который Только Там Начал играть Только Зашел И мы Все Без Исключения Были Такими То есть Это В общем-то Уничтожен Трепотеева В общем-то Вещи Объективны Еще Часто О Вот НПЗшник Ушел Еще Часто На Рукластере Друзья Вот Допустим Вы Остаетесь Два Против Одного Вы Начинаете Противник Прячется Каким-то Камнем Препятствием Вы Начинаете Объезжать С одной Стороны Союзник Объезжает Тут же С другой Он Тут же Разгадывает Ваш Тактический Замесел А в Америке Ну до смешного Противник За камнем Бодается Союзник С одной Стороны Начинаешь Объезжать Его С другой Союзник Как знаете Потерянный Ребенок Едет За вами В ту же Сторону Ну То есть Вот такие Как бы Причины И происходят Ну Тут Видите Финал Как бы Подсказывает Название Обзора То есть Проигрыш Ну в общем-то Такой Проигрыш На мой Взгляд Стоит Десяти А то и Там Ну Может Десяти А загнул Ну то есть Трех А то и Пяти А может И десяти Побед Вот Давайте Смотреть Результаты Боя Друзья Итак У нас Основной Калибр Воин Редли Оторс Мы уничтожили Восемь танков Противника Надамажили Чуть Чуть Меньше Двух тысяч Двести В общем-то Для ВК 3001 Айч Это Результат Не заоблачный То есть Он набивает Больше Двух тысяч Не так уж и Редко Смотрите Показательно То что мы Получаем Мастера Хотя бой Проигрышный Нам тут Подсыпали За достойное Сопротивление Что касается Рейтингов То есть Очень хорошее Ничего Тоже Феноменального Ну в общем-то Все Фиолетовые Все хорошие Что мы тут Даже защитили Базу А когда Приехал Ковенандер По-моему Внизу На базе Стал Мы его Убили Смотрите Чем показательны Эти результаты В теме Нашего обзора Это то что Турбосливов Избежать Невозможно Основная Причина Как вы видите Вот играл я И Ченукай Все Больше Остальные Не играли То есть Как бы вы Хорошо не играли Как бы вы Там Вещи какие-то Феноменальные Не вытворяли Все равно Турбосливов Не избежать Ну и вообще Сливов Вот Если вы видите Что ситуация Развивается Таким образом А расстраиваться Не нужно Просто Нужно Поработать На свой Рейтинг Эффективности Настрелять И В общем-то Получить Хотя бы Хороший результат В плане Своего Смотрите Смотрите Вот еще Показательно Американец Ругается Ну Типа Что-то Нет победы Ты там Долбанный Снайпер Я ему Пишу I win Redly Is mine То есть На самом деле Смотрите Друзья Если вы Даже Попали В Бестолковую Команду Все едут Неизвестно Куда Там Сливаются И У вас Получился Такой Результат В плане Вот Повторюсь Смотрите Рейтинг Эффективности Фиолетовые Вы получили Медали То есть Убили Много Танков На самом деле Это победа То есть Расстраиваться Психовать Там Разбивать Монитор Не нужно Ни в коем случае То есть Все нормально Все замечательно Так или иначе Сложатся обстоятельства Когда команда Чуть-чуть Где-то Поможет И Вы Сможете Побеждать Смотрите Сыграли мы Лучше других Но не сказать Чтобы намного Вот этот Злобный КВ-1 Видите В общем-то К нам Подтянулся Хотя и Убил Существенно Меньше Танков Противника И опять же Вот Реализовать Такой результат Получается Когда команда Дохлая Когда она Сливается У КВ-1 Команда Более или менее Играла У него Отобрали Домашку У него Отобрали Фраги Вот То есть В принципе Турбо Сливы Вам нужны Чтобы Получать Более Хороший Результат Как-то 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 Реализовать Как-то Себя Проявить Что мы Тут Настреляли Ага Залезли В минус Потому что Очень хотелось Победить В горячке Я на Т-14 Переключил На Голду И там Расстрелял Ее Ну в принципе Мы получили Хороший результат Получили Медали И даже Не залезли В минус То есть В принципе Бой нормальный В принципе Бой замечательный И еще Выполнили Какое-то Тут ЛБЗ На тяжелый Танк Это Убить Два танка Противника С дистанции Меньше 100 метров И Надамажить Больше 2000 Ну то есть Мы в изобилии Накосили С близкого Расстояния Отбивались В общем-то В общем-то Было весело И И не страшно Потому что Смотрите Это был Все равно Хоть мы там Упирались И достойно Отбивались Это был Турбослив Потому что Все произошло Быстро Я даже Не успел Испугаться И Несмотря на то Что все время Мы зажали Кнопку И дамажили То есть Бой слишком Был короткий Если бы чуть-чуть Дольше Можно было Больше Немножко Настрелять Ну в общем-то Такой бой Такой обзор С вами был я Камело Джи Хороших боев Хороших союзников До свидания Друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому